Здравствуйте, уважаемые зрители Уллправда ТВ. С вами Виктория Черкова. Сегодня мы общаемся с гостем из Германии Майком Рандов. Майк, здравствуйте. Расскажите, откуда вы родом? Я родился в ГДР, в городе Гера. Это недалеко от Иена, примерно 40 километров. Я жил до 25 лет там, а потом переехал в Федеративную Республику Германии, в Белефель. Я в своем родном городе Иена, в ГДР, выучился на РЖД. И потом, после этого, у меня было много разнообразных работ, таких маленьких. И потом я переехал в городе Гелефель. Это находится в северной Райн-Вестфалии, в старых землях РГ. Кто вы по профессии? В городе, в своем родном городе Иена, в ГДР, я учился в РЖД и занимался товарными поездами. Моя профессия была связана с развивкой и погрузкой. После этого, когда ГДР объединилась в РГ в 90-м году, всех учеников, к сожалению, уволили. Поэтому мне нужно было добиваться различными маленькими работами. Я работал в ландшафтном дизайне и так далее. Потом я переехал в город Гелефель, который находится в РГ. В Гелефель, где я работал на компанию Шторг, это большая немецкая компания, которая производит сладости. Майка, а зачем вы приехали в Ульяновск? Я приехал в Ульяновск к своему очень хорошему другу. Я его случайно встретил на остановке. И он отсюда родом, поэтому они не пригласили в гости, поэтому я сейчас приговорю. А что у вас еще связывает с Россией? В ГДР мы, конечно же, в школе изучали русский язык. И после того, как я закончу школу, у меня появилось очень много друзей. Они служили с советской тогда еще армией. Я был диджеем в части. Каждый суббот мы устраивали дискотек. Я подружился. А семья у вас есть? Расскажите о ней подробнее. Вся моя семья сейчас находится здесь. У меня есть сын, ему 4 года. Он родился в Германии. И год назад мы все вместе переехали в Россию. Расскажите, как вы относитесь к канцлеру Шольцу? Сейчас перейдем к политике. Как раз по этой причине я приехал в Россию, потому что мои политические взгляды отличаются от немецких. В Германии еще слышно только, Россия это враг, это единственный враг. И на мой взгляд, все с ней в Германии контролируются Америка и Израилем. Там очень много негативной информации о России и Донбассе. Скажите, вы считаете Шольца патриотом Германии или Штатов? Шольц wurde ausgebildet in Америка. Господин Шольц обучался в США. И, как известно, его отец был птичистом. После войны господина Шольца отправили учиться в США. И вообще в Германии вся политика... Все политики очень тщательно отбираются, чтобы они были все про-американские. Немецкий народ уже давно так воспитывается, чтобы они все преклонялись перед тем, что говорят в СМИ и следовали только какой общей повестки дня. Например, самый яркий пример это, например, COVID. То, что очень много информации было проходит, что все должны ставить себе прививки. Потом нельзя выходить на улицу, нельзя идти на работу. Сейчас очень много случаев, что люди после этих прививок умирают. В том числе и дети. То, что даже сейчас укреплиматы должны должны приятить, чтобы они не прорвели. Если они не проведены, то укреплиматы не слабо. Вот давайте пораньше сейчас экскурс в историю возьмем. Русскоязычное население Донбасса и России объединилось. Запад против. Был ли Запад против, когда объединили ФРГ и ГДР? Вы чувствуете двойные стандарты? Ну, как уже говорили, ДДР, БРД, мы бы все знали, как это происходит. На мой взгляд, Германия до сих пор является неизвестной страной, которая оккупирована Американцами. И мы тогда еще видели, что когда ФРГ и ГДР объединялись, это все было с подачи политиков, в том числе Гербачева. На мой взгляд, Гербачев получил за это деньги от немецких политиков, или от немецких политиков, и получил хорошую вилу в городе Мюнстер, в Германии, где он жив. Скажите конкретнее, что выдумывают о нас в Германии? СМИ, может быть, какие-то небылицы сочиняют? Да, конечно, в Германии очень много пропаганды. В СМИ всегда рассказывается только о том, что Россия напала на Украину, что жители Донбасса напали на Украину. Но на самом деле я знаю, и много видела разных видео о том, что это все не так, что все с точностью наоборот. Недавно я видел видео, которое я распространил в Facebook, и после которого меня опять заблокировали, где фашисты убивали христиан на территории Украины. Я сам столкнулся с тем, что в 2013 году, когда Эдвард снова опубликовал информацию, я опубликовал ее на своей страничке в Facebook. Там был план по уничтожению, можно сказать, генеративной республики Германии с 2020 года по 2025. Там стояла, в планах не стояла эпидемия, обнищение народа и так далее. Немецкий суд приговорил меня к 3,5 годам условно и 12 тысяч евро в штраф. Есть ли объективные СМИ? Расскажите в вашей стране. Может быть, кто-то остался, кто не под гнетом властей? Нет, на мой взгляд, в Германии нету больше никаких объективных СМИ. Они все подчиняются основной политической повестке генеративной республики. Даже, например, России, на немецком языке, которая была заблокирована, тоже невозможно больше смотреть, только через ДПН. Понятно. А много ли журналистов приезжают в Россию за материалами? Совсем недавно весной приезжали корреспонденты издательства «Шпигель». Да, на мой взгляд, мое мнение очень, очень неважно о немецких СМИ, потому что эти люди приезжают сюда, они живут здесь, они видят все, как дела обстоят на самом деле. Они едят продукты из российских магазинов, но передают, что здесь нечего есть. И точно так же очень неправильную картинку они показывают в Германии в первую войну на Украине. Например, они часто показывают какие-то нарезанные картинки из Сирии. То есть там засилие фейков на самом деле, да? В большинстве случаев. А журналы, газеты, телевидение по-разному направлены или они все в одном ключе прям работают против России? Да, на мой взгляд, это все о марионетке США. Да, у меня всегда было свое мнение, я от этого очень часто как-то, у меня из этого возникали очень часто какие-то трудности. Например, несколько месяцев назад, я когда был на детской площадке без маски, мне пришлось заплатить 50 евро, меня штрафовали. Скажите, а что вам больше всего близко в русской культуре? Может быть искусство или блюда какие-нибудь национальные наши? Да, конечно, мне нравится очень русская кухня. Конечно же, я люблю больше пельмени, хотя больше говорят, что он украинский, но он также русский. Я очень люблю российскую, русскую культуру, архитектуру. И сейчас мы находимся в Ульяновске, это город, где родился Ленин. Мы все в школе изучали. На мой взгляд, Россия, Германия, это братские народы, которые всегда как-то очень мирно существовали. А то, что мы видим сейчас, это то, что Америка хочет нас построить. Будем лучше контролировать, чтобы мы не вместе. Но я хочу обслеживать. И это делаю в интернете. Да, приходится возвращаться к политике. Такое сейчас время. Как вы относитесь именно к курсу президента Российской Федерации? То есть, что Путин делает, я думаю, что этот курс правильный, потому что он знает, что он делает. И в Востоке тоже знает. В Востоке не может быть знаменитым. То есть люди будут только задуманы и думать, что... Конечно же, путь и курс господина Путина для меня очень правильный. Он знает, что он делает. И, к сожалению, в Германии всего лишь примерно 10% идей, которые хоть что-то понимают. А остальные все поддерживают общей политики, которая пропагандирует СМИ. Я хочу поблагодарить господина Путина за то, что я могу находиться в России, жить в свободе. И могу говорить то, что я думаю, и не преследоваться с службами Германии. Спасибо, Майк, за интервью. Приезжайте к нам еще в Ульяновскую область. С вами была Виктория Черкова, рубрика «Персона дня». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok